ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С батальонной разведки мы едем в поселок Редкодуб. Теперь это освобожденная от украинской армии территория Донбасса. Но бои на юго-восточном направлении Дебальцевского котла продолжаются. Блокированные в этом секторе части вооруженных сил Украины настолько деморализованы, что не предпринимают попыток контратаковать. Они лишь пытаются сбить наступательный порыв ополченцев на город Дебальцево артиллерийской стрельбой. Освобождение Редкодуба имеет для донецких войск стратегическое значение. Украинские войска отступали туда, в сторону Дебальцево. И от Редкодуба до Дебальцево занять рубеж обороны им просто негде. Чистое поле. Оборону здесь пытались держать солдаты батальона Киевской Руси, 128-й горнопехотной бригады, куда добровольцами шли служить боевики националистических батальонов. Танковое подразделение их поддерживало. В землю здесь они зарывались с июля. Окопы, огневые точки для круговой обороны, ходы сообщения, блокпосты на подступах. Это опорный пункт обороны украинских войск в южной части поселка Редкодуб. На небольшой площади как минимум три хорошо укрепленных блиндажа, которые, как говорят военные, могут выдержать даже прямое попадание реактивным снарядом в град. При желании оборону здесь можно было держать долго, но, видимо, желания держать ее у украинских солдат не было. Седьмая бригада вооруженных сил ДНР штурмовала этот укрепрайон две недели. Увидев его изнутри, ополченцы сильно удивились, насколько малой кровью удалось его взять. Побросали все, побросали технику, форму, снаряжение, телефоны, личные вещи. Уходили полностью налегке, забирали с собой только личное оружие. И действительно, пожитки украинских защитников Отечества до сих пор проветриваются после боев на веревке. Продуктов целые ящики, спальные мешки, рюкзаки, военная форма. Символы украинской государственности, флаги, брошенные вместе с тряпьем на землю. Этот мусор ополченцам не нужен, а вот за вооружение они благодарны. Спасибо за оставленную технику, которую здесь бросили, которой нам так не хватало. В общей сумме при отступлении они оставили здесь 4 танка, 3 БМП и 8 людей, которые сейчас пойдут на ремонт. И дальше будут уже воевать только на наших, скажем так, наших интересах. Боеприпасы украинские солдаты даже не пытались скрыть, что получают их из стран НАТО, в частности из Румынии, бросили тоже. Как и своих погибших однополчан. Мы не знаем, что их бросили. Боялись, наверное, вот и убежали. Они убегали, своих людей на гусенице наматывало. Мы захоронили около 15 человек здесь именно. Пробовали связаться с начальством 25 батальона. Тот на контакт никакой не шел, тела не забирать отказались. Поэтому мы просто придали земле здесь. Если родственникам нужно было, они приедут, смогут достать и нормально уже перезахоронить своих ребят. С освобождением Редкодуба Дебальцевский котел стягивается вокруг украинской группировки все туже. А за время боев ее численность, по сведениям ДНР, сократилась уже с 8 до 6 тысяч человек. Наступление на Дебальцево продолжается. А между тем рядовые солдаты даже не догадываются о том, что попали в окружение. Командиры им об этом просто не говорят, чтобы не спровоцировать массовое бегство в плен. Командный состав передового командного пункта штаба АТО покинул Дебальцево, фактически бросив своих подчиненных на произвол судьбы. Сдавшиеся силам ополчения пленные украинские военнослужащие заявляют, что среди окруженных Дебальцево силовиков, военнослужащих старшего офицерского состава, способных грамотно организовать оборону города, не осталось. Мы неоднократно говорили, что простые солдаты, до сих пор не зная, что находятся в котле, что они фактически обречены на уничтожение. Все это благодаря своим офицерам, которые себя спасают в первую очередь. По данным Минобороны ДНР, полковники Павлов и Цыганок, вот их документы, вслед за другими украинскими офицерами, также пытались спасти себя. Бросив личный состав на гражданской машине, они попробовали проскочить по перекрытой ополченцами трассе в город Артемовск. На блокпосту их хотели остановить, но приказу они не подчинились, и по машине открыли огонь. Погибли оба.